Не каждый год можно наблюдать снег в начале осени. В сентябре 2013-го похолодало раньше, чем ожидалось. В некоторых городах республики зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ. Почти две трети заболевших – дети. Наш корреспондент выяснила, как погода повлияла на показатели статистики. Число простудных заболеваний резко возросло. К концу сентября в республике зарегистрировано 7134 случая ОРВИ. Около 75% из них – дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в целом по Чувашии снизилась почти на 6%. По-прежнему в зоне риска остаются малыши до двух лет. Больше всего заболевших в городах Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля и Канаш. В столице зарегистрировано 4267 случая заболевания ОРВИ. В больницу попали 63 человека. Эпидемиологические пороги заболеваемости на последние недели сентября были превышены незначительно – на 9%. Пока у нас в республике грипп не регистрируется и в целом заболеваемость обусловлено вирусами негриппозной этиологии. Ну и в основном заболеваемость обусловлено с аденовирусами, аденовирусами, ну а также вирусами парагриппа. Что касается штаммов вирусов гриппа, которые придут в этот эпидемиологический сезон, он практически по прогнозу специалистов семьи организаций здравоохранения не изменился. Практически остался тот же, с небольшими генетическими вариантами. Основные названия те же самые. Это H1N1 2009 года, H3N2, тип B вирус. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в норме. Пик роста заболевших гриппом и ОРВИ ожидается в январе, после новогодних каникул. Чтобы не пополнить их ряды, специалисты рекомендуют одеваться по погоде, принимать поливитамины и делать прививки от гриппа. Массовая иммунизация в республике начнется со дня на день. Планируется привить около 160 тысяч людей. Это примерно 21% населения республики.